Привет! Сегодня научимся перетаскивать данные из одной базы в другую, без использования магии вне Когвартса. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. Сейчас мы будем изучать синхронизацию таблиц. Она позволяет переносить записи таблицы одной базы в таблицу другой базы. Когда мы говорим о синхронизации, мы имеем дело с источником и с репликой. Источником мы будем называть таблицу, из которой синхронизируют данные, а репликой – таблицу, в которую синхронизируют данные. Поехали! Синхронизацию лучше объяснить на примере. У нас в разных базах есть таблица сотрудники и таблица подопечные. Мы можем создать таблицу сотрудники в базе с подопечными, чтобы связать их. Но это в корне неверно с точки зрения архитектуры баз данных. Хранить одни и те же данные в двух местах – фатальная ошибка. Мы никогда не сможем ручаться за их идентичность. Во избежание этого нужно использовать синхронизацию. Таблица сотрудников будет являться источником, а в базу подопечных мы добавим реплику этой таблицы. Реплицируемые таблицы нередактируемы. Они являются лишь ссылкой на источник. Чтобы что-то изменить в реплике, необходимо изменить данные в источнике и выполнить синхронизацию. Для создания реплики существует три способа. Первый способ – это создать новую таблицу и выбрать опцию Airtable Base. Airtable предложит выбрать источник для реплики. Во-первых, предлагаю подготовить вьюз для синхронизации. Нам явно не нужны все сотрудники, а только лишь тьютеры. Поэтому в таблице сотрудники мы создадим вьюз для тьютеров. Установим фильтр должность равно тьютер. Возвращаемся в базу подопечных. Выбираем базу сотрудники, таблицу сотрудники и вьюз тьютеры. Получаем ошибку, потому что данный вьюз недоступен для синхронизации. У него нет ссылки, чтобы им делиться. Давайте это исправим. Нажмем кнопку Share View. Выберем кнопку создания ссылки. Нас интересует использование данных вьюза для синхронизации в другую базу. Включаем эту возможность и возвращаемся в нашу базу подопечных. Сообщение об ошибке исчезло. Успех. Нажимаем кнопку Next. Теперь Airtable спрашивает, хотим ли мы синхронизировать абсолютно все поля таблицы, или выбрать только некоторые. Оставим только FIO и телефон. Нажимаем Далее и оказываемся в окне настроек синхронизации. Мы вернемся к нему чуть позже, а сейчас давайте закончим с созданием. Create Table и точная копия таблиц сотрудников создана. Название реплики по умолчанию – это название скопированного вьюза. Название можно изменять, это никак не повлияет на установленную связь. Обратите внимание, на каждом атрибуте нарисована молния. Это помогает понять, что это атрибуты реплики. Сама таблица также помечена молнией и подсказкой, что она является репликой. Давайте попробуем изменить какую-нибудь ячейку. Нам это не удается. А еще появляется подсказка, что информация синхронизирована, и нужно редактировать эту ячейку в источнике. В углу, где обычно была кнопка плюс для создания новых записей, теперь расположена молния и указание на то, что перед нами реплика, куда нельзя добавлять новые записи. В контекстном меню записи теперь тоже пусто. Быстро рассмотрим другие способы синхронизации. Перейдем в таблицу сотрудники и выбираем синхронизировать этот вьюз в другую базу. В новой вкладке откроется окно для выбора пространства и базы, куда необходимо скопировать данные из нашего источника. Обратите внимание, если я выберу базу, подопечную в качестве базы для создания реплики, то из двух вариантов синхронизации, расположенных ниже, нам доступен только один. Рассмотрим их подробнее. Начнем с доступного нам. Этот способ не создает реплику. Если мы воспользуемся им, то мы просто скопируем все данные из одной таблицы и сохраним в другую. Эдакие Ctrl-Copy, Ctrl-V. Далее работаем с новой таблицей совершенно независимо от исходной. Второй вариант. Создать новую реплику, данные в которой будут синхронизироваться из источника. Почему же мы не можем воспользоваться этим вариантом? А потому что для бесплатной версии есть ограничения. В одной базе находится только одна реплика. Мы уже создали одну реплику в базе подопечной, и вторую нельзя. Пожалуй, это самое грустное ограничение бесплатной версии Airtable. Сильно усложняющее работу. Следующие шаги по синхронизации нам уже известны. Засим перейдем к последнему варианту создания реплики. Третий вариант. Это создание реплики из публичного вьюса. Снова открываем окно Share. Во-первых, тут можно посмотреть все существующие реплики данного вьюса, что удобно. Итак, активируем первые две опции и открываем созданный публичный вьюс. Нажимаем на кнопку Use with Data. Открывается окно для настройки реплики. Ну и дальше все понятно. Итак, вернемся к нашей реплике. Если мы обновили данные в источнике, необходимо актуализировать реплику. Для начала создадим нового тьютера в таблице сотрудники. Он попал во вьюс тьютера. Переходим в реплику, нажимаем правой кнопкой мыши по названию таблицы и в меню выбираем Sync Now. Новый тьютер появился в реплике. Записи в реплике обновляются до соответствия с источником по следующим правилам. Добавленные в источник записи добавляются в реплику. Измененные в источнике записи изменяются в реплике. А удаленные в источнике записи удаляются из реплики, но только если в настройках не указано иное. А что такое иное, мы сейчас обсудим. Кликнем правой кнопкой мыши по названию реплики. Выберем пункт меню Update Sync Configuration. Открылись настройки синхронизации с разделами Setting и Sources. Начнем с раздела Setting. Первая настройка – это метод обновления записей. Метод, установленный по умолчанию и единственный доступный в бесплатной версии, это синхронизация по запросу. И это наша печальная реальность. Это означает, что для обновления реплики всегда нужно пользоваться кнопкой Sync Now, которую мы рассматривали выше. В платной версии Airtable доступны еще два варианта. Автоматическое обновление записей с регулярной периодичностью или полное отключение синхронизации. При втором варианте происходит разыры в связи. Реплика становится обычной редактируемой таблицей. Следующий пункт – это работа с удаленными в источнике записями. По умолчанию установлен метод удалить запись в реплике при удалении из источника. Это означает, что после удаления записи в источнике запись будет удалена из реплики. Помимо дефолтного метода доступен метод «Оставлять записи в таблице», который позволяет при удалении записи из источника оставлять их в реплике. Это может быть удобно, чтобы не потерять данные, которые уже могут быть связаны с удаленными записями в репликах. Снова вернемся к окну настроек. Помимо раздела Settings здесь есть еще раздел Sources. Тут отображается путь к источнику, имя создателя и настройки источника, среди которых мы видим «Обновить название источника», «Обновить источник». Мы используем этот пункт, если нужно выбрать новый вьюз для синхронизации. Обращаю ваше внимание, что нельзя выбрать новую базу и таблицу, только вьюз. Далее «Удалить источник». Эта опция актуальна для премиальной подписки, имея которую можно добавлять для реплики несколько источников и удалять некоторые из них. Последняя опция – это настройка полей, которые будут синхронизироваться в реплику из источника. Мы уже работали с ней, когда создавали синхронизацию. Мы можем изменить состав синхронизируемых полей, например, добавив сюда пол сотрудника. Обратите внимание, что не синхронизировать Primary Field нельзя. Сохраняем изменения. Итак, применим наши настройки, нажав кнопку Sync Now. В реплику добавлено поле «Пол». Несмотря на то, что в реплику нельзя добавлять записи, добавлять новые атрибуты в нее можно. Создаем ссылку на подопечных. В обеих таблицах появилось поле «Ссылка». Заполним несколько связей. При синхронизации реплики с источником созданные связи сохраняются. Однако, если запись будет удалена из таблицы источника, а в настройках синхронизации не будет выбрана опция «Оставлять записи в реплике» при удалении их из источника, связи будут потеряны. Но мы это предусмотрели и выставили этот метод. На этом, пожалуй, все. Мне кажется, мы очень подробно рассмотрели синхронизацию таблиц в Airtable. Я нахожу это одной из наиболее сложных для понимания тем. Но на практике без нее становится никуда, как только в организации появляются обширные базы данных, и организация учится с ними работать. На этом мы заканчиваем наш десятый урок. В следующем уроке рассмотрим, как создавать формы. При помощи форм можно вносить данные в базу, не имея к ней прямого доступа. Например, оставлять заявки и ставить задачи. До встречи!